Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем трейдер-лайв симулятор уже 15 серии, если не ошибаюсь. И у нас теперь два продавца, собственно говоря, соответственно, ввиду этих изменений, теперь в два раза больше прибыли, в два раза больше трат, и в два раза больше оборот товаров. Сказать, что они якобы не особо вместе, что ли, я так понял, что вот этот вот больше должен продавать. Хотя, я думаю, что нифига подобного, и они продают оба с одинаковым интервалом, к ним приходят покупатели. Вот, по поводу чего-то я хотел сказать, а по поводу чего не помню. Что-то хотел сказать, а что забыл? А, надо скутер купить, сказали, скутер покупай, мол, он вообще охрененный, и типа он вообще там, что-то бензина в нем нет, он не ломается, и вообще отличный транспорт, то есть на нем можно будет гонять. Правда, за покупками на нем не съездишь, но домой можно ездить. Как бы не знаю, есть ли в этом какое-то рациональное объяснение вот этому всему, и какая-то польза от него есть, да, то есть до дома ездить, или до магазина, например, мебельного, то есть туда ездить, там покупать какие-то предметы, хотя мы туда ездим-то раз в неделю, и как бы никакой спешки-то, и никакой, в принципе, надобности туда ездить каждый день, например, по пять раз нет. Поэтому пока что думаю, что трата 500 долларов откладывается, и копим мы сейчас с вами на нормальные холодильники для тортов, хотя мне сказали, положи торт в обычный холодильник, попробуй, говорит, в обычный холодильник засунуть в нижнюю полку. Давай купим, конечно, торт и попробуем, но у нас даже на торт денег нет. А нам нужно бы хотя бы на закупочку, на обычную, накопить. И было бы вообще тогда классно. Как бы у нас денег-то, в принципе, не особо много. Мы же потратили всё на продавца, на второго, и теперь, вон, как бы денег больше стало, и теперь мы будем гораздо быстрее копить, и теперь вообще будет всё хорошо. Ровно я сейчас не складываю, потому что мне нужно сейчас быстро это всё сделать, и, ай, блин, давай вот сюда положим одну, не будем из одной пачки огурцов этих, из одной стопки огурцов мы не будем хранить целую коробку, целый ящик. Давай посмотрим, чего у нас не хватает. У нас нет гороха, нет чипсов, риса, багет мы так и не продали. Багет так, кстати, не продаётся. Всё-таки я, по-моему, читал комментарии по типу, купи себе подставку для хлеба, а нужна она вообще или нет? Я просто не вижу как-то надобности, может быть, без подставки разве что не будут покупать, но хрен его знает, может, из-за этого не покупают, пока что неизвестно. Давай поставим Кока-Колу эту, не Кока-Колу, а Колу, рыжую Колу, рыжую Колу поставим. И поедем, наверное, сейчас... Блин, а мы никуда сейчас не поедем. Мы сейчас закинем денег на счёт в банке, чтобы перекрыть долги, чтобы можно было спокойно жить, как бы не заморачиваясь над тем, что у нас долг в 250 долларов, который мы потом просто вырастим, если сразу не оплатим. И... Мужчина, можете отойти, пожалуйста. Покупайте и уходите, я хочу чипсы разложить. Вот, мы вырастим этот долг до бесконечности, и, соответственно, не сможем его потом погасить, если мы сейчас будем просто его копить. Как бы каждый день по сотне, и каждые три дня ещё 150 плюсом, это очень много. То бишь, каждый день по 150 долларов у нас будет сейчас улетать, прям вот как здрасте. Это очень большая сумма для нашего магазина, тем более, если мы... Тем более, если мы... Но прибыль идёт прям быстро-быстро-быстро накапливается. Давай посмотрим, сколько за сегодня. Уже 338, хотя время 10 часов утра, и дорогих товаров как таковых у нас нет. Вафли у нас есть? Вообще нет вафли? Вафли. Вафли есть, да, две штуки, но... Но-но-но-но-но. Очень грустно. От того, что они заканчиваются. Нужно, значит, сейчас будет покупать вафли. Давай положим морепродукты. Пойдём тоже вылож... Да, пойдём выложим морепродукты, чтобы они у нас здесь места не занимали. Так как они вроде как бы уже помещаются в холодильник полностью. Коробку освободим. Сделаем так, чтобы у нас всё это без коробки... Ой. Лежало без коробки. Заодно съездим, затаримся сейчас к Джаберу. Купим у него тоже морепродуктов и кексов. Кексов, кексов. Какие нахрен кексы? Вафли. Вафли, молоко и... Молоко, кстати, у меня, по-моему, было. Вот тут, вот тут вот где-то. Это багет. А вот тут вот где-то было... Нет, давай, короче, скоропорт поставим вот сюда. Вот сюда куда-нибудь в угол, чтобы он... Давай багет тоже сюда бросим. Нет. Хлеб пусть вон там стоит. Хлеб пусть стоит вон там, потому что мы к нему особо часто не подходим. И пусть он у нас в уголке вот тут вот простаивает. Рис нам надо купить. Давай сразу возьму бумажку, чтобы... Чтобы не забыть, что надо покупать у Джабера. Пишут, что, мол, заказывать, что-то типа 10 долларов это хрень. Типа потратишь и ладно. Ничего страшного, лучше раскладывай товар, чтобы был всегда на прилавках. Ты понимаешь, 10 долларов? 10 долларов за один товар. Я понимаю за доставку всех товаров, но за каждый товар это очень много. Это крайне много и нерационально. Учитывая, что с коробки мы выгадываем среднестатистические 70 долларов, 10 долларов это седьмая часть прибыли. Это много, это много. Это больше 10%, это 15% получается. Даже больше 15%, понимаешь? Это очень много. Так, нам нужен рис. Давай запишем. Рис, чипсы, блин, тоже бы по-хорошему, наверное, купить. Нужно было бы яйца, чай, чай. Варенье давай тоже купим, пусть будет. Чай, варенье и багет. Почему их вместе не покупают? Не знаю. Тунец и сладкая кукуруза. Кукуруза. Так, что у нас еще есть? Горох. Горох, горох. Баклажаны есть. Бобы. Бобы давай купим. Потому что их у нас мало. Кукурузных хлопьев, думаю, пока хватит. Ткань заканчивается. И подгузники. Не знаю, сколько у нас их осталось. Подгузников-то здесь. Блин, вот ткань, конечно, под вопросом. Давай поставим. Вот подгузники нужны. Подгузников мало. С учетом того, что мы витринные образцы вот эти вот не выставляем на продажу. Вот эти вот я договорился сам с собой. У нас с самим собой крепкий договор. Прочный и очень, как сказать, не обсуждающийся. Поэтому я не собираюсь, как это говорится, его нарушать. И не буду выкладывать товар, который висит в воздухе над коробками. Потому что, чтобы я ориентировался, мне нужно понимать. Понимать нужно. Ого, ничего себе, 300 долларов собрали. Молоко кончается. Йогурты. Молоко. Потому почему-то у меня какой-то огромный список. Да, смотри, блин, надо было в самом начале второго продавца этого брать. Чтобы он продавал товар. И было бы вообще все классно. А мы дотянули до последнего. Аж до 15 серии. До 15 серии дотянули. До 14. В 14 мы его купили. Отбеливатель. Отбеливатель тоже нам нужен. Купили только в 14. И прибыль только сейчас пошла такой большой, большим таким потоком. Куки файлы. Куки. Пшеничное печенье у нас есть или нет? Да, есть пшеничное печенье. А в каком количестве? В маленьком. Тоже в маленьком количестве. Это тоже очень грустно. Нам нужно, наверное, купить пшеничного печенья. Пшеничного печенья. Пшеничного печенья купим. Бананов купить надо. Мне кажется, у меня денег столько не хватит, чтобы все это купить. И с химией у нас что нужно купить? Ой, блин. Мы же еще жрать захотели. Блин. У нас же денег столько не будет. Бежать не могу. Бежать грустно, что не могу бежать. Ребятки, потерпите, пожалуйста, звуки голодного живота, потому что мы сейчас едем в магазин, а не есть. Потому что нам нужно покупать товары. Покупать товары, чтобы у нас был огромный оборот. Смотри, мы сейчас 20 долларов только что заработали на ровном месте. Долг перекроем после покупок оптовых вот этих вот у Джабера и, собственно говоря, продаж. Да. Еще был вопрос ко мне по типу, зачем ты ставишь коробки на машину ровно. Потому что мне так нравится. Потому что мне нравится, чтобы коробки на машине стояли ровно. Еще вопросы будут. Сангласы принесли нам сейчас аж целых 35 долларов. Да, будем расставлять вот так, потому что высоту, я так понимаю, как мы уже поняли, есть ограничения по высоте в 3 где-то блока. Поэтому будем ставить в ширину побольше. Ширину побольше. Вот так вот, наверное, будем ставить. Вот где-то вот так. Вот, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так будем ставить. Так, варенье, тунец, кукуруза. Сразу давай купим. Вот здесь вот варенье, тунец, варенье, тунец и кукурузу купим. Купим кукурузу. Купим горох, бобы. Бобы ткань. Горох. Бобы. Бобы. Ткань была не такая уж необходимая, поэтому подгузники. Угу. Молоко, йогурт, отбеливатель. Молоко. Йогурт. Точно есть? Молоко. Тоже есть. Отбеливатель. Печенье. Печенье вот в таком варианте. Отбеливатель. И бананы. И бананы. Бананы. И давай тогда уж. Раз уж такая песня пошла, купим. Нет, апельсины мы не будем покупать, потому что это глупо. Сейчас апельсины нам нахрен не нужны. Кстати, сказали, что закуски якобы не пользуются спросом, и их не обязательно покупать. Да что ты знаешь о том, что нужно покупать? И что не нужно? Вафли нам нужны были, да, вафли надо было покупать. Что у нас еще-то можно купить? Можно ткани купить. Ткань можно купить, чтобы... Чтобы... Чтобы было. И чипсов R можно купить. Что ж нас дальше, так сказать? В нуле опять потратились. Потратились по самой небалуся. Бургеров, говорит, у нас нет. А мы знаем, что у нас нет бургеров, потому что... Блин, надо вдоль было ставить по 4 коробки, и вообще тогда не было бы никаких у нас проблем. Блин, далеко наставил. Теперь не достаю. Так, ставим вот так. Кривовато, конечно, но да ладно. Вот так давай вот наложим. Чтобы лишний раз не бегать, чтобы лишний раз не заниматься ерундой, чтобы лишний раз не спускаться с машины. Джаббер стоит охреневая и говорит, я вам доставлять ничего не доставляю. И меня в минуса загоняете своими самостоятельными поездками. А я ему говорю, а пошел ты в жопу. Снижай тариф или ввози оптом сразу, потому что, ну, ты совсем обнаглел. Одну позицию доставлять за 10 долларов, это вообще ни в какие рамки. В чем проблема положить две позиции? А, давай вот так делать. Я думаю, не будет ничего. Ай, будет. Ладно. Будем вот так вот ставить. Будем ставить... Ой, блин. Будем ставить вот так. Будем... Эть, 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 эть. Вот так вот делать. Будем делать так, как нам позволяет игра. И... И не будем жаловаться. Все у нас хорошо. Сейчас наложим... Блин, там продажи растут. С каждым часом. Просто огромная прибыль. Огромная прибыль. Огромные доходы. Понимаешь? Мы сейчас купим третьего продавца. Хоть нам и игра такого не позволяет сделать. Мы сейчас договоримся и купим третьего. Это, блин... Сто процентов. Правда, так нельзя? Да. Очень жаль. Надо, короче, писать разработчикам, чтобы они срочно добавляли третьего продавца. Потому что нам уже не хватает продавцов, чтобы продать все наши товары, которые у нас есть. А вообще, по-хорошему, лучше какого-нибудь менеджера нанять, чтобы он там расставлял товары. И мы вообще об этом не парились. А нам какой-нибудь, не знаю, бумагами какими-нибудь заниматься бы. Налоговыми вычетами. Там ездить по всяким организациям. Не знаю, договариваться о поставках и еще чем-нибудь. Короче, ну такая, знаешь, чтобы было интересно. А то мы каждый день занимаемся одной и той же хреномантией. И ничего, в принципе, не меняется. Каждый день одно и то же. Вот. Пойдем посмотрим, сколько прибыли принес нам наш магазин за время нашего отсутствия. Потому что мы отсутствовали не очень долго, но достаточно продолжительное время. Потому что там пиликнуло все. Ого, 509 долларов. Смотри, мы сейчас накопим быстро очень на погашение всех наших долгов. Собственно говоря, на еду. Собственно говоря, на все продукты и все товары. И вообще будет у нас все отлично. Второй продавец был необходим. Я же говорил, нужно было сразу покупать второго продавца. Смотри, как пошла прибыль в гору. Хотя, блин, когда я планировал его покупать, наверное, тогда было нерационально его покупать. Потому что тогда у нас был маленький оборот в целом. И у нас не было доходов. Не было доходов, у нас не было продуктов, у нас не было ничего. Мы просто сидели, куковали и хотели купить второго продавца. Зачем, непонятно. У нас как бы и первый продавец не особо справлялся. То есть не то, чтобы не справлялся, не особо продавал. Он стоял, будешь проставил, потому что товаров у нас не было. И покупатели очень много жаловались. Жаловались, что там нет элементарных каких-то простецких товаров, которые стоят копейки. А мы в это время хотели очень сильно второго продавца. Но, видишь ли, время пришло. Время пришло покупать второго. Мы купили второго. Мы теперь богатые. Бобы, значит, бобы. Куда поставим бобы? Бобы у нас стоят вот тут. Но, смотри-ка. Берем вот так, берем вот так, берем вот так и выставляем потом их вон туда. Ну, чтобы, короче, не путаться, маленькую коробку, блин, мы пойдем поставим туда, выложим, а большую коробку поставим на склад, потому что, потому что тунца нет, блин, все весь скупили тунецы. Ой, ну что ж с тобой делать? Давай тогда сразу 250, 150, 400 долларов мы сразу кидаем на банковский счет. С банковского счета 150 скидываем на карточку, чтобы оплатить счета по электричеству. Ой, 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 глаза мои, глаза. Ну, покупай давай уже, что тебе отбеливать или нет? Ну что ж ты? Блин, смотри, много как всего, намного как на что жалуются-то. А почему нет баклажанов? Баклажаны есть, просто мы их не выложили, мы их не выложили, блин. У меня времени столько нет выкладывать. Мне бы нужен был этот, я говорю, менеджер нужен, чтобы выкладывать товары, потому что я в одиночку уже не справляюсь. Два продавца это много, нужно просто нон-стопом выкладывать, раскладывать товары. Сказали, чтобы я на склад отнес фрукты, но нет, фрукты на складе будут, не знаю, некрасиво им будет там стоять. Пускай стоят здесь. Пускай, пусть стоят. Они никому здесь не мешают. Мужчина, уйдите. Не видите, я занимаюсь своей работой. Нет бургеров, да что ж ты за человек такой? Купи какой-нибудь другой бутербот. Купил он, не знаю, тунца и хлеба. Багет, кстати, так и не продали, я так понимаю, потому что нет у нас специальной полки для этого багета. Но это же, как, ой, даже не знаю, как это сказать-то. Ставим вот сюда, ставим вот сюда. Эть. Вот так, вот так. Отбеливатель S мы положим. Отбеливатель, да, кстати, у нас... А, есть отбеливатель, еще есть. Давай вот сюда поставим. Горох. Блин, горох у меня есть. Зачем... А, нет, горох. Подожди. Вот у нас горох должен стоять, а его нет. Вот так беда. Вот беда. Швафли, вафли, вафли поставим сразу вот сюда. Остатки положим сюда. Молоко. Также вот сюда. Рис также вон туда. Подгузники также вот. Хоть они здесь и стоят, мы все равно их разложим. Варенье бросим вон туда. Что-то такое было сейчас. Сладкую кукурузу. Блин, она у нас, по-моему, выложена. Охрен да ни хрена. Тут осталось ничего. С двумя продавцами у нас больше жалоб появилось. Потому что одному продавцу не успевали столько людей прийти. И из-за этого они не успевали, как бы, покупать то, чего нет. Они, во-первых, не успевали покупать столько товаров. А во-вторых, они не успевали... Чё, они не успевали? Они ничего не успевали, блин. Стоял один продавец, обслуживал этого человека одного. No customer will come... А, ночь наступил. Ёшкин тык, вот я аж испугался. Думал, больше ко мне никто не придёт. Пшеничное печенье мы идём, кладём сюда. Сюда. Чай. Чай. Я чай-то не купил. Чай-то я не купил? Или купил? Блин, был в списке. В списке был, значит купил. По-любому купил. Чай купил. Всё. А, у меня тут ещё целая коробка стоит. А, нихрена тут не целая коробка. Тут всего-то навсего ничего. Давай сразу пойдём положим вот туда коробочку. Угу. Пусть стоит. Так, варенье. Варенье, ткань, подгузники, отбеливатель. Чипсы Ре. Чипсы Ре ставим вот сюда. Давай. Ну, что ж такое? Эть. 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 Оп. 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 Угу. Положись вот сюда вот ровненько, чтобы смотрело на меня лицом. Багет. Здесь нам больше ничего не нужно. Можно спокойно закрывать. Сейчас разложим все вот эти вот приблуды, которые мы накупили. Ой, а зря я так сделал-то. Угу. 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 Давай поставим вот сюда вот ровненько. И вот сюда вот ровненько поставим. Везде ровненько поставим, чтобы стояло всё ровненько. Подгузники у нас, да? Подгузники же ведь. А это что? Тоже подгузники. Пусть они стоят у нас на вот этой полке. Угу. Думаю, пяти... Нет, хрен, пяти не хватит. Пяти будет мало. Пять это ни о чём подгузников. Это могут забрать за один день целый. Просто каждый день выкладывать подгузники это нет. Это не очень здорово. Вот этого хватит количества, я думаю. Это что у нас? Подгузники тоже? Жалко, что нельзя объединять коробки. Было бы... Можно объединять коробки, было бы класс. Было бы просто класс, чтобы не было вот этой вот свистопляски с количеством коробок. То есть каждая коробка там, не знаю, по одному и будет оно лежать всё. Было бы ещё очень здорово, если бы коробка превращалась... А, нет, не было бы здорово. Если бы скоропортящийся товар бы оставался один, он превращался бы в скоропортящийся товар и протухал. Хотя в коробке он тоже должен тухнуть. Но у нас нет промышленных холодильников, чтобы хоронить. Короче, я очень заморочился. Разработчик игры настолько глубоко в неё не вдумывался. Поэтому отстанем от него и просто будем наслаждаться тем, что он нам сделал. За целых почти полтыщи рублей. Как бы, знаешь... Там люди пишут некоторые... Было бы интересно там в 15 серии увидеть, как ты покупаешь грузовик, блин, ещё что-то, воспользовавшись читами. Но сам воспользуюсь читами, если тебе очень интересно посмотреть на грузовик. В конце концов, посмотрели на ютубе видео, там куча видео, блин, типа с полностью... Ну, типа улучшений там все куплены, ещё что-то. Здесь люди приходят посмотреть на летсплей. Летсплей, понимаешь? Летсплей. Типа играть. Давай играть, говорит. Здесь я играю, чтобы люди посмотрели, как я играю. Как я раскладываю коробочки, как я раскладываю ткань, подгузнички, ещё что-то делаю. А не, блин, покупаю с помощью читов грузовик. Он на кой мне нужен-то, мне расскажи. Я вам на машине привёз хреновую тьму коробок и всё. И всё, мне грузовик твой вообще не уперся. Он вообще не рациональная покупка. Самая рациональная покупка это второй продавец. В момент, когда у тебя растёт прибыль. Точнее, дорастает до уровня... До необходимого уровня, чтобы купить второго продавца. Как бы логично это всё не звучало. И знаешь, вот как бы читами, читами пользоваться буду я в последний момент, я уже сказал. А то мне там один уже написал, что, мол, ты читами воспользовался, потому что ты не можешь так быстро холодильник купить. И все дела, и так-то, так-то, и сяк-то, и сяк-то. Я не пользовался читами. В принципе, я же сказал в начале следующего видео, что я два часа сидел, задротил. До двух часов ночи, чтобы, блин, можно было сделать так-то. Чтобы накопились деньги у меня, чтобы я мог в следующей серии не сидеть. И два часа просто, не знаю, ещё две серии копить деньги на сраный холодильник. А чтобы просто взять и купить холодильник в следующей серии. Как бы, мне кажется, это вполне логично и вполне объяснимо. А вот то, что ты мне в этом не веришь, ну, что ж, это будет право твоё. Как бы я тебя переубеждать не собираюсь. Хочешь верь, хочешь не верь. Вот. Просто реально, да, вот такие вот глупые геймплеи по типу сиди да продавай. Это не очень интересно, поэтому я решил их, его не выкладывать. Потому что, ну, там на самом деле, там ничего интересного не было. Я просто куковал, сидел, смотрел в монитор. Два часа времени. Вот. Что ещё хочу сказать. Что мы сейчас нараскладываем товар. Время час ночи. И, мне кажется, мы как раз разложим времени, когда придут наши продавцы. Давайте соберём прибыль, посмотрим вообще сколько тут. Ещё 197 долларов. Смотри-ка. Значит, сейчас мы накопим на шампунь, видать, и на мыть его для рук. Потому что у нас они заканчиваются. И... Накопим всё-таки на этот холодильник. Потому что мы можем накопить. Это не так сложно с нынешней обстановкой. С нынешней ситуацией экономической. В нашем супермаркете. И... Как бы вообще все будут довольны, все будут рады. И, возможно, даже какой-то серии мы купим этот грёбаный грузовик. Просто я пока что не вижу реально смысла покупать. Возможно, если бы пофиксили физику в этой игре, тогда бы... Да, тогда бы, может быть, я бы его сразу прям купил. Потому что, ну, реально, нужно перевозить большие количество, большие объёмы товаров. А ты не сможешь, например, на обычной машине это делать. И... И всё. И всё. И пиши пропал, и нужен грузовик срочно. А так ты будешь ездить по 150 раз. Но, мне кажется, так разработчик не сделает, пока не исправит... Цена в этой игре. Потому что цены в этой игре максимально неправдоподобны и не подогнаны под траты. То есть здесь прибыль минимальная. Просто минимальная прибыль. Ты здесь, если тебе ограничивает ещё количество... Как их называют товаров, которые можно перевозить на машине, на своей, на легковой. На пикапе, на вот этом. То, мне кажется, это просто обрушится огромная волна негодования на разработчика. И просто никто не будет в неё играть. Потому что она будет максимально неиграбельной. Максимально не... Ну, безбалансная, а дисбалансная. И, как бы, ну, блин, ну кому будет нравиться играть, если ты ни к чему не приходишь. То есть здесь я вот сейчас вот потихоньку, потихоньку, да, как бы... Изначально игра, не казалось бы, там, да, суперсложной и суперневозможной для прохождения, для каких-либо накоплений. То сейчас, в целом, спустя хрен знает сколько часов игры, она, как бы, становится той самой, которой все хотели увидеть. Какую все хотели увидеть. То есть в ней уже всё получается. В ней уже, как это сказать правильно, будет... Есть то количество продавцов, которое необходимо, то количество товара, которое необходимо, то количество покупателей и продаж, которые необходимы для... Как скажем... Ой, а чё это у меня тут такое? Ткань, ткань. Ой, я наложил тут. Ой, я молодец. Ой, я разобрался на складе, конечно. Для развития магазина. То бишь сейчас, в принципе, вот в этой серии мы сможем, наверное, купить этот холодильник с тортом. Возможно. Не говорю, что точно мы сейчас купим это всё дело. И, наверное, мы уже в следующей серии сможем накупить каких-нибудь полочек, каких-нибудь, не знаю, декоративных элементов в наш магазин. Вот здесь вот организуем офис, или вон там, наверное, сказали всё организуем офис, потому что вот тут офис гораздо будет более гармонично выглядеть, смотреться в нашем магазине. Нет, больше прибыли, я же уже снимал. Вот. И получается, что... Получается, что? Получается вот что. Получается, что мы сейчас накопим, накопим денежку, накупим всяких плюшек интересных. Все будут счастливы, все будут довольны у всех. Тем более те, кто хочет тортиков. Тортиков все хотят. Прямо вот так много людей написало, что вы хотите тортиков. Или немного, или мне так показалось, но... Мне кажется, что очень много написало людей, что хотят тортиков. Тортиков, говорит, мы хотим тортиков. Нам, говорит, всё равно на второго продавца. Ой. И, говорит, купи лучше холодильник для тортиков. И да, я не хочу пока пробовать просто торт покупать и класть его в холодильник. Зачем я это буду делать, если есть специальный холодильник для торта? Понимаешь? Специальный холодильник для торта. Возможно, можно положить просто в холод. Возможно, можно положить просто торт в холодильник. Но это будет неинтересно. Ведь есть специальный холодильник, который мы поставим. Блин, а по-хорошему-то вот здесь вот поставим. Хотя нет. Куда поставить? А, блин, а теперь не знаю, куда поставить этот холодильник. И что теперь делать? А вот сюда вот, наверное, поставим. Вот здесь ещё будет один холодильник. А, нет, блин, тоже хрена какая-то получается. Подумаем, короче, как оно будет правильнее смотреться. есть, что потом переставим. Ничего страшного, с этим не случится. Из-за этого не случится. Куки файл мы не разложили, потому что... Почему мы не разложили? Потому что они вот тут должны стоять, а я забылся. Заболтался и разложил туда чай. Но будут стоять, значит, вот тут. Ну что такое? От мил куки. Что такое мил? Мил это перекус. Нет, наверное, здесь в каком-то другом смысле это все дело переводится. Свежий продукт. Кстати, пишут свежий продукт. Я не понимаю, зачем в магазинах пишут свежий продукт, если ты не знаешь, когда этот человек прочтет. Может, он прочтет, когда этот продукт будет на помойке. То есть, откуда ты знаешь вообще, производитель свежий он будет продуктом или нет, когда потребитель решит его купить. То есть, у меня сейчас их не будут покупать, они простоят здесь неделю. Какие они будут свежие? Хотя это печенюшки, что с ним будет? Правильно, правильно. Поставим их вот сюда, вот и будет все вообще отлично. Осталось разложить всего 4 коробки. Как раз у нас 5 часов утра, и я думаю, мы успеваем все это сделать. Вареницы, вареницы ставим вот сюда. Погнали положим это все дело на склад. Сколько у нас? А, 3 штуки и 5. То есть, 8 варенья у меня еще имеется. Это много в целом. Если так подумать, то его не так часто берут, мне кажется, от варенья. Хотя, каким-то образом оно у меня закончилось. Стой, бананы я же... А, это апельсины я раскладывал. Бананы я раскладывал. Огурцы заканчиваются. Это плохо. Плохо, что огурцы заканчиваются. Их нужно будет скоро покупать. Кстати, и яблоки тоже там осталось. По-моему, 3 пачки, что ли? Да, 3 пачки. 3 пачки яблока. Подложки. 3 подложки яблока. Почему ты не ставишься? Вот, молодец. 7 бананов. Блин, ну, смотри. Если... Сегодня, кстати, я не заспаунился с апельсинами в руках. Это очень странно. Было 2 раза подряд. Может быть, они, конечно, поправили. Может, какой-то фикс выпустили. Но я думаю, что ради этого они фикс бы не стали выпускать. Я думаю, что когда-то, вот, примерно через недельку, они выпустят еще одно обновление, в котором уже будет что-то крупное, можно сказать так. Хотя, хрен его знает. Может, разработчик вообще ее забросил и сказал, идите вы в жопу. Я заработал достаточно много денег на этой игре, поэтому больше не хочу ее разрабатывать. Если он, конечно, так сделает, это будет очень некрасиво. Но мы же не можем ничего с ним сделать. И вернуть игру ты хрен можешь, потому что в Стиме ты уже наиграл какое-то определенное количество времени. И Стим тебе скажет, «Та нет, блин, дружище, ты как-то это наигрался, блин, и возвращаешь». А я ему скажу, «Блин, слушай, разработчик что-то вообще охренел. Короче, он не хочет мне выпускать, как он называет, обновление, вторую часть, там, трейдер лайф-симулятор. А он мне скажет, «Тогда почему же ты не возвращаешь Half-Life?» Я ему скажу. Это другое. Вот. Надеюсь, Half-Life, кстати, выйдет, и мы его обязательно пройдем. Очень надеюсь, что... Ну, ты чего вытворяешь-то? Это нормально, нет? Я надеюсь, что на моем веку выйдет этот Half-Life второй, наконец-таки. И мы поиграем во второй Half-Life. Если что, ты можешь посмотреть первый Half-Life у меня на канале, но, опять же, я его не прошел до конца, я его забросил, потому что было неинтересно... Не то, что неинтересно, мне неинтересно было записывать потом... Ну, что ты летаешь-то? Мне неинтересно было записывать, потому что меня никто не смотрел. Меня там что-то вначале в самом посмотрели, а потом что-то как-то бросили это все дело. И мне как-то стало грустно, и я перестал его записывать, я прошел его почти сам до конца. По-моему. Или я там заблудился, что ли, где-то, я не помню. Чем-то все это дело закончилось, короче. Вот. Я там что-то не играл, все, часов 15, что-то Half-Life. По-моему, я там заблудился, в принципе. Да, ты права. Они прикрутили все звуки недомоганий нашего главного героя. Точнее, все недомогания нашего героя к одному звуку. А если быть еще точнее, один звук ко всем недомоганиям. Вот. Так, что мы делаем-то? 214 долларов мы collected. 600 долларов на счете. Минус 100 долларов сейчас будет на нашей карточке. Да, пописать нам нужно, сбегать. А что, мы все разобрали уже, да? Да, смотри-ка. Сказали туалет, мол, давай, это самое, ставь в офисе. Как бы я... А где моя машина? А, я же ее бросил вон там. Я не против туалет в офисе поставить, но, блин, кровать все равно надо в этот дом оставить. Поэтому какой смысл от туалета в офисе? То есть мне сейчас не нужно было бы ехать никуда, но... А с другой стороны... Ну, съезжу я раз в два дня домой, и ничего страшного... Ай-яй-яй-яй, не случится. Тебе нужно ванную. Я знаю, что мне нужно ванную. Для начала мне нужно в туалет, а не в ванную, потому что 97 уже мне в туалет нужно, а не в ванную. В ванную-то у меня всего 75 грязности. Грязности нашей 75%, и ничего в этом страшного нет, я считаю. Ну, подумаешь, не помылся пару дней. Ну, что ж такого-то? Ты тоже, когда ходишь в туалет, тебя в животе урчит. И когда помыться надо, тоже в животе урчит. У нашего главного героя именно... У нашего главного героя именно так. Горль сейчас что-то пересохло у меня все. А воды-то нет. А вода-то кончилась. Ну, ничего страшного. Уже скоро серия заканчивается, поэтому... Хотя, хрен ли, скоро. Не скоро. Еще минут 20 точно. Ну, я думаю, все получится. Все получится. Я не сорву себе горло, не раздеру его себе, не раздеру себе голосовые связки. Вот этими частыми, постоянными, громкими разговорами. И, собственно говоря, вот. Тэкс. Разворот. Я вспомнил, что мы же еще и ссуду платим. Вот оно что. Я думаю, куда нам у нас деваются деньги. А это оказывается вот куда. 845 долларов мы имеем уже. И в целом-то как бы уже близки к холодильнику, который стоит 1150. Блин, у нас оканчивается кола, апельсины, горошек. Горошек, блин. Оливки. Оливки, ладно. Оливки. Ничего страшного. Оливки. Так, шоколадное молоко, пицца. Смотрим, что у нас не хватает. Шампунь. Спрей. Мытье рук. Очищающий спрей. Яблоки. Кукурузные хлопушки. Так, у меня они есть. Нет. Да. Я же говорю да. Что ты мне говоришь? Нет. Да, конечно, есть. Давай разложим кукурузных хлопьев, потому что если они у нас закончатся, и нас будут жаловаться, то наша прибыль упадет. Вот, а нам этого ни в коем случае не нужно. Вот так вот. Оп, 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 оп. Вот так. И вот здесь точно так же. Вот так. Ладно, пусть в два ряда пока стоят. Четыре штучки. Сколько у нас там? Две должно было, по-моему, остаться в коробке. Да? Три, даже три в коробке осталось. Ох, огурцы кончаются. Давай запишем огурцы, яблоки. В следующей покупке так отчеркнем. Огурцы. Яблоки. Спрей. Очищающий. Спрей. Что там еще было? Мытье рук, да? И шампунь. И шампунь. Стиральный порошок можно было бы купить. Зубную пасту, конечно, тоже неплохо было. Хотя у меня, по-моему, она была хрена. Да ни хрена. У меня нет химии в складе в нашем. Да. Блин, ну. Ладно, что ж теперь поделать. Сейчас накупим. Сейчас, 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 сейчас. Блин, ну. Ну, прибыль, конечно, горой. 1047 долларов. Если мы будем затариваться в прок. Затариваться в прок продуктами, которые будем потом выставлять. Мне кажется, это будет успешно. Стратегия, так сказать, успешная. Потому что у нас всегда будет все в наличии. Мяса вот нет с бургерами. Вот это вот, конечно, грустно. Но если мы будем сейчас мясо с бургерами затаривать, это, конечно, будет очень много. И много денег, много трат. Лучше просрать мне. Хотя, в итоге-то все равно окупается. Правильно? Правильно. Поэтому, ну, пока не буду. Пока я коплю на... Все-таки на холодильник. На холодильник я коплю. Время 12 часов. А у меня уже 1100 долларов. Что мне еще нужно было? Огурцы я записал. Яблоки спрей очищающий записал. Шоколад, по-моему, он есть. Шоколад есть или нет? Шоколад, шоколад. Блин, слушай, нет шоколада? Давайте опишем шоколад. Шоколад пусть будет тоже. Угу. Вот. И... И что мы еще-то запишем? Запишем тогда еще собачью еду. Потому что ее тоже нет. Корм. Как мне написал один товарищ под, по-моему, какой-то пятой серии или под какой-то там рутинно, где-то... А, ведем бухгалтерию, по-моему, вот в этой серии, я не помню, десятый, что она была ли, как девятый, хрен его поймет. Памяти нет совсем уже, как у лета старого. Написал, мол, ты что в 21 веке сидишь на бумажечку записываешь? Знаешь, бумажечка, блин, никому не вредила. И вообще, если ты хочешь что-то запомнить, пиши на бумажку лучше. Бумажка, она, знаешь, она всегда у тебя под рукой, и ты всегда ее можешь посмотреть. Ты ее потрогать можешь, там... Телефон, конечно, ты тоже можешь потрогать, но, блин, лучше все-таки на бумажку пиши, чтобы ее точно не потерять. Клади ее в задний карман и носи ее с собой всю жизнь, как я это делаю. И все равно забываю ее посмотреть. И забываю, что нужно было бы сделать, и что, когда, чего, к чему, и почему, и куда нужно было прийти. Как бы... И поэтому так получается, что в описаниях к видео ты видишь другие названия игр, потому что... Потому что я просто-напросто забыл поменять название видео, ой, название игры, и получилось вот так. Уже же замечали, что я и серию неправильно пишу уже, замечали, что я описание не особо правильно составляю. Так что, ну, ничего сложного и ничего страшного. Я думаю, вы у меня внимательнее, очень сильно повнимательнее меня будете, поэтому пишите в комментариях, я вам очень благодарен, если вы заметили мою ошибку. Так, шоколад... Ну, поедем, что ли, затаримся? Не знаю, затаримся, шоколад... Ой, мороженого купим. Мороженого купим. Мороженое, кексы. Кексы. Кексы из шоколадного молока. Но, на самом деле, что-то у меня как-то очень мало денег-то. С учетом того, что я хочу сейчас еще и съездить, затарить с этим, как это называют, продуктами, а холодос стоит аж целых 1150, то у меня остается 233 доллара, и... Даже на торт не хватает. 233 доллара, 690 минус 233. Сколько будет? 490 минус 33. 457 долларов, да? 457 долларов мне нужно еще накопить. 457 минус 42 будет... 457. Математика. Мое второе имя. Багет. Багет, ладно, мы его купили, не особо много денег потратили, и пусть... А, вафли! Да вафли-то у меня есть! Вафли давай... Нет, мне нужен был кекс. Мне не нужны были вафли. Че я такое делаю-то? Так, они у меня все вдоль стоят. Зачем я его поперек поставил? Вот дурачок. Вот че вытворяю. Ну, у меня заморозки больше нет, значит, я иду сейчас... А куда я иду сейчас? Я еду сейчас, скорее всего, к Джаберу, покупаю у него... Уходи. Покупаю, наверное, у него продуктов, которые мне были нужны. Продукты, которые были мне нужны. И после покупаю уже холодильник с тортом. Блин, ну, прибыль, конечно, прибыль. Прибыль прибыльная. Идет и идет. Самое главное, чтобы в неожиданный момент нам не понадобилось починить машину, потому что это также траты. И да, я пока предлагаю не тратиться на оплату долгов. Долги всегда можно будет оплатить позже, так как здесь хотя бы процент не начисляет уже. Спасибо. Так что не нужно, наверное, сильно переживать по этому поводу. Вот. Я не стал заморачиваться и решил прям сразу сюда приехать. Потому что она, ну, нахрен. Еще буду я париться с парковками, не с парковками. Так, огурцов. Огурцов купим. Надо уже в скором времени будет покупать по два сразу экземпляра каждого товара, который мы хотим. Пока что просто у нас нет столько денег. Я красный покупал. Зачем ты мне желтый это дал? Это вообще груши, а не яблоки. Дурил ты, картонная. Жабер ты, жабер, конечно. Прям вот, ну, обманщик. Яблоки спрей, спрей очищающий, спрей... 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 спрей очищающий. мытью рук, шампунь, 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 мытье... мытье рук, шоколад, корм для животных, мороженое, кексы, корм для животных. А где это? Подожди, корм для животных, шоколад. А, вот, шоколад. Слепой, не вижу, я же говорю уже. Все. Шоколадное мороженое. Покупаем. Да что ты, упади еще с машины. Догадайся. Мороженое купили. Кекс, шоколадное молоко. Молоко шоколадное тоже купили. Ну смотри, не в таком огромном минусе. Блин, хотя кекс сейчас... Кексы. 890 долларов у нас остается. Ну, в целом-то я думаю... А! В целом-то я думаю нам хватит сейчас прямо со следующего дня мы берем и покупаем все, что вот там было нужно. Ну, просто не платим долги и, блин, живем как хотим. Так, не оставить бы сейчас меня эти коробки, которые будут торчать сверху. Ха, они не будут торчать сверху. Тут все предусмотрено, чтобы мы не врезались коробками в проемы дверные. Умно? Умно. Поехали. Джабер, спасибо тебе. Блин, мне кажется, что-то я не купил все-таки. Подожди. Дай позиции проверим. Выйди из машины. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Чё-то я лишнего, по-моему, даже купил 6, 7, 8, 9 10, а, 11, а, ну ладно, пофигу, короче Чё-то я, наверное, лишнего всё-таки купил А может и не купил А может так и надо было Да Так вот, мы приехали в наш магазин Сейчас расставим товары Соберём сначала прибыль Посмотрим, сколько принёс нам наш магазин За время нашего отсутствия По нашей традиции У нас 1319 долларов Которых нам хватит на что-то На что-то на холодильник нам хватит 1319 долларов Но магазин ещё не закрывается Целых 4 часа работы И думаю, что за это время За это время наш магазин Ещё принесёт нам хотя бы Чуточку денег Вот матьё рук сейчас пролетело мимо Поэтому Сейчас ещё чё-нибудь пролетит Потому что, да А, масло растительное Твою думать Ух, блин Забыл про масло Ладно, масло растительное не будет Но Зато будет всё остальное Чё-то ещё нет, да? А, есть Да что ж такое Не упирайся головой ни во что Что ж ты как дурак такой Как будто ты, не знаю Дурачок И любишь стучаться головой Об перекладины Ай Купим Купим, купим Сейчас мои торты Купим торты Купим холодильник для тортов Обязательно Потому что я планировал это сделать Я это сделаю Именно в этой серии Никак иначе Да, может я повырезаю сейчас половину Но Мы купим Купим Как ни крути У нас вариантов нет никаких Так Ну что ж ты Что ж ты будешь делать-то Ну 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 Положись ты ровно Оп Ну почти Вот так Кекс Кексы есть Кексы есть Шампунь Тоже пока есть Спрей Тоже пока лежит Мытье рук Давай сразу выложим Хотя бы одну штучку Чтобы Покупатели наши Не жаловались на то Что у нас Его нет Шоколад Шоколад Положим вон туда А Ну я же его уже положил Зачем Не знаю Наверное Просто захотелось Корм для животных У нас все же Еще до сих пор имеется Но Мы купили его Прозапас Чтобы Хоть его не так много берут Мороженое у нас тоже есть Но Тоже в прозапас У нас все про запас Кроме мытья рук Очищающий спрей Очищающий спрей Ко не кончился Ну-ка Чтоб жалоб не поступало И закрываем дверь Багет 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 Мытье рук Давай расставлять Все это дело Че си там Пиликает и пиликает Пиликает и пиликает Разрывает Разрывает Просто наши Кассы Прибыль И Блин Вообще здорово Конечно Конечно Все это Очень здорово Со вторым Кассиром Все пошло Вверх Просто Просто прям Даже можно сказать Полетело Ну потому что Мы до него уже доросли Экономически Так сказать Да Очищающий спрей И Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Айти-блин Кривенько получается Поставил Но Ладно Тут еще Пойдет Вот так вот Поставим Вот так вот Поставим Вот Так вот Ой да что так Неровно А те получается Тоже неровно стоят В эту сторону смотрят Один Ну ладно Давай поставим Вот сюда Как и с Мой С моющим Средством Для рук Вот Сейчас посмотрим Сколько у нас К концу дня Будет прибыли И Может быть Даже ночью Возьмем И поедем За Холодильником Потому что Мы можем Потому что Мы можем Уже его купить А прибыль Еще будет И И все И прибыль будет Купим холодильник Купим торты Будем продавать Торты Будет у нас Кондитерский магазин Почему бы нет Багеты есть Правда Подставки под багеты Нет Но Багет это есть Будет Бакалея Будет Кондитерка У нас Будет у нас Будет у нас Вообще все хорошо Будет у нас все покупать Будем единственным магазином Который торгует тортами Как бы мы и так будем Единственным магазином Потому что Вокруг нет больше Никаких других Магазинов продуктовых Но Суть не меняет Все равно будем Магазином Единственным Сладкий говорит Сахарный поцелуй Называется Кексы Что такое А это просто В холодильнике Так гудят Вот оно что Нет моющего средства Чего Какого у тебя Моющего средства нет Ладно Может быть и нет И что я должен Теперь сделать Яблоки Кончились Ничего себе Надо положить Хоть одно 386 1150 1690 Нет нам не хватает До сих пор На На эти Торты Но В следующий день В следующий день Мы это сделаем Обязательно Сейчас вот Ребятки Я сейчас выложу Сгоняю поесть Поесть я сгоняю Утром Потому что Сейчас нет смысла Есть ввиду Того что я Потратишь сейчас деньги Пока буду гоняться Пока буду ездить Туда обратно Спать Еще что то там Делать У меня будет Уже 10 единиц Плюс минус А зачем я тогда буду Деньги тратить на это Тоже не знаю Тоже не знаю Пускай стоит Все как стоит Вот так Ну что ты Вот Вот так И вот так Небось Один банан Остался Да Если да То это конечно Грустно Три банана Осталось А ну мы можем Вот сюда Да нет Я так не могу Ровно положить Вот так мне нужно Вот так Вот так Вот так Угу Да ты Ты будешь Стоять то ровно Ну Угу 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 На самом деле Людям нравится Вот это вот Я даже не мог подумать Что это может понравиться А люди говорят Что Кому-то нравится Смотреть Как я что-либо Раскладываю Это Для меня было Очень удивительно Я просто как бы Изначально Я не знаю Уже говорил или нет Планировал все это Повырезать Нахрен И Как бы Не знаю даже Я не думал Что нравится кому-то Смотреть Как я что-то тут Вот так вот Раскладываю Долго Муторно И Скрупулезно Но Раз есть любители Мы не будем ничего вырезать Тому кому не нравится Пусть перематывает Самостоятельно Как бы Не такое Сложное дело Так вот Два раза тыкаешь На телефоне Или стрелочкой На компьютере Да И 10 секунд у тебя Раз И пролетает Вот Давай положим Вот сюда Вот наше мороженое А это кексы были А мороженое Это вафли А мороженое Я все расставил Вот оно что Шоколадное Мало Обычное молоко Я расставлял Уже Угу Угу Расставим Нашу Святую Шоколадную Корову Чтобы Она здесь Стояла Приносила Нам так Скажем Прибыль Ты Голдин Не можешь Бежать Я рад Что я Не могу Бежать Я никуда Не собирался Бежать Эть 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 Прям 5 секунд Я там Коече Просто Это Потрогал Потрогал И Убедился Так Ну погнали Тогда домой А нет Не погнали Какой домой Время 0.00 И мы Сейчас будем Раскладывать Шоколадки Шоколадки Будем Раскладывать И будем Раскладывать Собачий Корм Я так Предполагаю Да Там лежит Скорее Ух У нас Его Весь Купили Почему Ты Не хочешь Не хочешь Положить Его Точно Так Как Предыдущий Шоколад Что С тобой Случилось Хороший Мой Угу Угу Вот Так Вот Вот Так Вот Эть 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 Четыре Штучки Еще раз Ложим И будет Вообще Отлично Ты понимаешь Отлично Будет Все Ой Ну там Стена Мешает Что ж Теперь Поделаешь Давай Так Вот Положим Эть Эть Вот Шоколад Это Самое Интересное Потому Что Они Квадратные И Их Можно Положить Ровно Так Как Хочется Себе Ну Правда Да Ну Ладно Не Очень Чет Я Перезагрузился Смотрим Значит Раскладываем Едем Домой И Покупаем Потом В магазине Все Что Нам Необходимо Все Что Мы Так Все Долго Ждали Холодильник Для Тортов И Торты Какой-то Человек Мне написал Что Мало Зачем Ты Закрываешь Магазин Дружище Я Не Закрываю Магазин Он Закрывается Самостоятельно Когда Я Ложусь Спать Понимаешь Я Его С радостью Не Закрывал Мне Нахрен Не Уперся Закрывать Его Еще Каждый Раз Потом Открывать Его Каждый Раз Но Если Ты Его Открываешь Уезжаешь Домой Ложишься Спать То Ты Приезжаешь К закрытому Магазину Ой Чай Закончился Смотри Какой Я Внимательный Обосраться Просто Так Пойдем Бросим Яблоки Бананы Наши Кончились Теперь Их место Займут Яблоки И Мы Идем За Чаем Идем За Чаем Раскладываем Чай Едем Домой Десять Штук Чая Я По привычке Нажимаю Shift Но Собственно Говоря Ты Понимаешь Что Ни К чему Не Приводит Потому Что У меня У меня Уже Сто Процентный Голод Угу 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 Да Шесть 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 Положим И Все И хватит Наверное Шести Штучек Я мог бы Конечно Весь Выложить Но Это Очень Долго Это Очень Муторно Я Решил Сэкономить Время Своё И Поехать Сразу Домой Почему Ты Сразу Разворачиваешься Ты Что Дурачок Ну Закрой Закройся Получается Получается Что Мне Нужно С 1150 И 700 1840 Мне Нужно Там 690 Торт Стоит 1840 Ну 1840 Не такие Большие Деньги С учетом Того Что Нам Осталось Все Накопить 135 Долларов И Все И Как бы Вообще Все Будет У нас Здорово Купим И Закончим Купим Закончим Поглядим Как Это Будет Все Выглядеть Найдем Место Для того Чтобы Поставить Это Все Хозяйство В Нашем Магазине Потому Что Потому Что Мы Можем Можем себе Позволить Холоденье Для Мороженого Блин Для Торта И Да 1840 60 Долларов 60 Долларов Нам Осталось Чуточку Прям Совсем До Них Да Прям Совсем Чуточку Масло Скоро Надо Будет Менять Но Ничего Страшного Нет 1840 1840 Накопим 1850 И Помчим В Магазин Хочу Заметить Что Сейчас В день Снимают По 200 Долларов Потому Что Там Еще За Суду Снимают 50 То есть 50 В день За Свет 50 За Одного Рабочего 50 За Второго Рабочего И 50 За Суду 200 Долларов В сутки Снимают Просто Потому Что Просто Потому Что Они Могут Это Сделать Опа Вот Это Да Это Прибыль 1890 Пойдем Пока Колу Выложим Колу Выложим И Чипсы А нет Чипсы Не будем Выкладывать Колу Давай Выложим А 150 А Ну Еще Из-за Свет Да Как Я И Посчитал Хорошо Их Списывать Из Кошелька Если Списывали Из Кошелька Было Бы Грустно Тогда Мы Никогда В жизни На Что Не Накопили То Здесь Можно Вот Этими Вот Задолженностями В плюс Выходить Как Никак А Вот Если Нет То Нет То Было Очень Грустно Погнали Погнали Покупать Итак Мы Приехали В магазин Пойдем Выбирать Холодильник Для Наших Тортов Здесь Как Не Особо Большой Выбор Тут Всего Два Один Подороже Другой Подешевле И мы Выберем Который Подешевле Потому Что На Подороже Нам Не Хватит Как Вы Только На Него Если Хватит 1550 И 1150 Это У Нас Под Хлеб Подставки Мы Не Будем Пока Покупать Покупаем Покупаем Так Он у меня Да Он у меня Здесь И Пойдем Значит Тогда В Магазин Джаббера Чтобы Купить Торт Который Стоит 690 Пойдем В магазин Поставим Этот Рефрижератор То бишь Холодильник В какой-то Угол Положим Туда Торт И Будет У нас Все Огонь Будет У нас Все Отлично Будет У нас Все Здорово Будет Приносить Нам Прибыль На наш Холодильник Я думаю Что торт Продается Достаточно Дорого Ввиду Своей Цены Ну Потому Что Если Он Продается Блин Дешево То Это Вообще Ой Ты Куда Привет Джаббер Я пришел За растительным Маслом И тортом Я Не побоюсь Им Воспользоваться Так Эти все Торты Одинаковые Давай купим Розовенький Если Он Продается Так А Он А Я понял Как это Выглядеть Будет Так И По Откуда У меня 177 Долларов Не Понял 590 А 690 А Все Понятно На масло Нам точно Хватит На масло И средства Для Чистки Чего-то Там Моющие Средства Да Все Вообще Отлично Вообще Отлично Нет Арбуз Ну С арбузом Подожди С арбузом Погоди У нас Новинка Появилась В магазине Приходи За тортиками Давай Наверное Поставим Наш Холодильник Для тортов Вот куда-то Куда-то Вот сюда Хотя Ой 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 Куда ты Делаешься А где Сторона Которая Которая Ставится Из которой Засовывается Наверное Вот эта Лицевая Сторона Вот это Должен быть Прилавок Погоди Может быть Замандя Чуть Нет Вот сюда Некрасиво Будет Ну подожди Давай Куда-нибудь Как-нибудь Вот так Вот Ну что Прям Вот сюда Было бы здорово Но Нет Сюда Я тогда Ходить Не смогу Давай пока Забацим Вот сюда Потому что Пока что А как я Раскладывать Буду Хер я так Разложу Блин Ну придется Наверное Вот сюда Конечно Ставить Это все Дело А кабинет Устраивать Где-то В другом Месте Да Ну Наверное Да Пока что Вот так Блин А он ровно Как поставить Ровно Вот так Хуй ровно Ни хрена Не ровно Что это Такое Ты в инвентарь Подожди Положись Ты ровно Мне нужно Чтоб ты Вот так Вот стоял И вот так Уже Более Менее Куда Не шло Уж Да Относительно Кассы Он конечно Стоит Блин Наверное Вот это Вот Касса Да Вот Давай Уберем В инвентарь И положим Еще раз Ровненько Теперь Еще ровнее Так Ну в целом То он не может Стоять Наверное А он может Даже в стене Стоять Вот так Здорово Вот так Счастье Но мы Положим Его вот Где-то Вот Вот здесь Вот Под вот Таким Блин Я даже не знаю Ровно он стоит Или нет Да похрен Вот так Поставим И все Да 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 Вот И хорошо Так Где у нас Холодиль А где Прибыль Ого 590 523 доллара Растительное масло Положим Вот Блин Дружище Купи ты маленькое Вот у меня есть Маленькое масло Маленькое масло Безида Покупай Налетай Покупай Радуйся жизни Хочу заметить Может быть оно даже есть У меня вон там Где-то Пойдем Поедим Я не могу Уже У меня сил нет Я бегать хочу Нет апельсин Подожди Апельсинов нет Сейчас посмотрим Я Бананы вроде кончились Апельсины Это вроде как бы есть Я просто на них не выложил Ходи Отступлен Могу бежать Как же это сложно Ходить пешком Да апельсины есть Но мы их не выложили Да быстро Очень покупайте Я что могу поделать Давай сюда вот один Хотя бы положим Чтобы Чтобы лежал Нет 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 Давай соберем Прибыль Пойдем Кинем 450 долларов На Банковский счет Оплатим все долги Которые у нас накопились 450 долларов Да Да 450 долларов И 150 на Карточку Выполнено Побежали Значит В супермаркет Оплачивать долг По За счет За электричество Блин Как это несправедливо Так Холодильник Заработал По-моему Он и так работает И сказали Что якобы Ни хрена с ним Не случится С этим холодильником Он будет так и так работать Типа ничего не протухнет Если все равно Все в холодильнике Я кстати Не посмотрел В холодильнике Пишется Когда Свет отключают Или нет Ну и не надо Мы Цивилизованное Общество Мы Будем Как их называют Свет оплачивать Вовремя Хотя бы Потому что О смотри 690 Я думаю Хотя бы По соточке Они продаются Потому что Иначе Это Быть Не должно Эть А будут Они вообще Интересно Покупать Эти торты Кому я их Покупил Себе что ли Вроде Никто не жаловался Или это Типа Как дополнительный Как багет Примерно А Багет купили Смотри Багет купили За сколько За сколько Надо посмотреть Но один багет За столько времени Это прям Несерьезно Внутри холодильник А пойдем Попробуем Вон туда поставим Сука Можно было И в этот Холодильник Ну ладно У нас Есть красивый Теперь Холодильник Да Блин Я немножечко Лоханулся Надо было Проверить Хотя бы так Сангласы За 35 долларов Продались Так Две штучки У нас осталось Тортов И мы пойдем Их бросим Вот сюда Бросим Вот сюда А нет Мы бросим Их вот сюда Потому что Потому что Это скоропорт Ищийся продукт Который должен Храниться В холодильнике И не можем Мы его Поставить На Так называемую Короче Сверху Мы не можем Ничего поставить Если мы не знаем Что лежит В этой коробке То мы подходим И читаем А если это скоропорт Ищийся продукт То по-любому Это вот в этих коробках Моющие средства Моющие средства Куда положить Моющие средства Дай его сюда Вот так Тортик кто-нибудь купить Давайте посмотрим За сколько его продаются Давай, дружище Скажи мне За сколько торт Купишь у меня Никому оно Нахрен не нужно Ну и ладно Зато у нас есть Теперь тортики Давай их вот так вот Заскриним Вот так вот Будет вообще отлично И Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Не забудь прокомментировать И проверить Точно ли ты подписался Поделись С друзьями Отправив видео Другу Почему вы нет Почему блин Он может тоже Хочет посмотреть Как я раскладываю Торты по холодильникам И Увидимся с тобой В следующей серии В следующем видео Пока